Привет, друзья, с вами Резмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о новых законных изменениях в июне 2022 года. Комментарии, новости, изменения в телеграм-канале подключайте, ссылка есть в описании, будем всегда с вами на связи. Закон о увеличении бюджетных мест в УЗах – это первое. У правительства появится возможность в 2022 году принять решение об установлении дополнительных бюджетных мест по программам регистратуры. Кроме того, закон поможет продолжить учебу в российских учебных заведениях гражданам, которые обучались ранее за рубежом. Но, по сложившимся обстоятельствам, были вынуждены, соответственно, прервать обучение по программам и, соответственно, продолжить его в Российской Федерации. В целом, закон дает возможность большему числу студентов в магистратуре продолжить обучение бесплатно, получать государственную академическую стипендию, иные виды поддержки, в том числе претендовать на место в общежитии. Второе. В июне вступает в силу закон, который обязывает госорганы всех уровней их подведомственной организации ввести страницы в отечественных соцсетях. Важно, что он будет действовать в связке с ранее принятым законом о социально значимых интернет-ресурсах, поэтому доступ к ним, соответственно, пользователей, осуществляется бесплатно. Третье. С 1 июня пенсионеры, которые уволились с работы в феврале, получат проиндексированную пенсию. На сегодняшний день приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Но когда человек увольняется с работы, то ему восстанавливается пенсия с учетом индексации с месяца следующего после месяца, когда он уволился. Заявление подавать не требуется. Повышение пенсии также коснется тем, кому в июне исполнилось 80 лет. Есть планы провести индексацию и для неработающих пенсионеров, но пока сроки не определены. Кроме того, в июне вступает в силу закон, согласно которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильцу. Так, если совершеннолетний выпускник школы, то он сможет получать данную поддержку до 1 сентября текущего года. Если же он продолжит обучение в образовательных учреждениях, то ему будет начисляться пенсия во время учебы до 23-летнего возраста, если он не будет официальной работы. При этом, опять же, писать заявление не требуется и нет необходимости подтверждать иждивение. Также ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться такси до конца 2022 года. Для этого нужно зарегистрировать номер телефона в пенсионном фонде и обратиться к работнику зоозащиты, к которому прикреплен ветеран. До конца июня 2022 года можно подать заявление на возврат разовых социальных выплат, которые банк списал для погашения кредита. Деньги вернут, если их начисление произошло до 1 мая 2022 года. Также обращаю ваше внимание, что вы можете подать заявление на новые пособия на детей с 8 до 16 лет включительно, если вы еще это не сделали. При этом выплаты будут начисляться с 1 апреля, то есть если подадите в июне, то выплату получите за апрель, май и июнь месяц. Ребенку должно быть 8 лет, но еще не исполнится 17 лет. Заявление можно подать через госуслуги или клиентский отдел пенсионного фонда. В Российской Федерации будет функционировать информационная система идентификации болельщика, то есть порядок оформления и учета перфинсированных карт для посещения спортивных мероприятий, требования к бланкам входных билетов, при входе также места проведения, которое будет проходить обязательная идентификация. Данный закон вступает в силу тоже в июне 2022 года. Глобальные изменения в правилах и обороте гражданского служебного оружия, патронов к нему в Российской Федерации, тоже вступает в июне. Значит, увеличивается срок владения оружием с 18 до 21 года. Лица, которые не попадают под данную категорию, не смогут купить гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье огнестрельное оружие для самообороны. Есть исключения, это военнослужащие, спортивное оружие и другие категории. Также лицензию на покупку оружия нельзя будет получить граждан с двумя и более снятыми или погашенными судимостью за тяжкое, особое тяжкое преступление, умышленное преступление, преступление средней тяжести, которое было совершено с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также лица с судимостью за незаконный оборот оружия и ряд других категорий. Закон предусматривает и ряд других изменений в правах и обязанностях владельца оружия. Подробнее смотрите в законе, ссылки есть в описании, также в телеграм-канале. Также большие изменения у нас и в исполнительном производстве. Приставы смогут запрашивать у органов Гославства недостающие сведения по должникам с использованием информационных систем, у операторов, соответственно, сведения по номерам телефонов и другие данные по должникам-зыскателям. Также предусмотрено возможность автоматического принятия решения с приставом по отдельным категориям вопросов, например, возбуждения либо отказа в возбуждении исполнительного производства и ряд других вопросов. Уточняется порядок оспаривания таких решений и, кроме того, расширяется перечень требований, которые предъявляются к исполнительным документам. Указание дополнительной информации на должника, взыскателя, гражданина ИСЦА, то есть, соответственно, и на организации, которые будут требовать его взыскания долга. И по дачной амнистии пару слов тоже Павел Крашенинников сообщил, что предполагаемый новый срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 июня 2022 года. Его применение, соответственно, существенно снизит административные препятствия, упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки. Также Арафлот тех, кто собирается путешествовать, с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут 9 городов Сочи, минуя Москву. Эти полеты на популярный, соответственно, курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самара, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы с 1 июня 2022 года. Также с июня путешествовать в Крым можно будет в люксе, в вагоне уровня люкс. Стоимость поездки составит в среднем 100 тысяч рублей за все купе в одну сторону. Мосгурсу 20 июня рассмотрит жалобу на запрет мета в России из-за экстремизма. Заседание назначено на 13.20. Также обращаю внимание граждан Узбекистана, что с 12 мая вступило в силу соглашения между Российской Федерацией и Узбекистаном. В течение 15 дней, значит, соответственно, вы имеете право оформить регистрацию. Кроме того, на текущий момент у нас находится в Госдуме законопроекте по виду на жительство, по гражданству. Но пока в июне у нас нет таких проектов именно с видом на жительство гражданства, который вступает в силу. Но, тем не менее, идут обсуждения. В первом чтении у нас осмотрен закон о гражданстве от президента. Также есть ряд других, в том числе по национальности, для ЕАЭС, недружественных стран, упрощение оформления гражданства по ребенку, по вид на жительство, для соотечественников, ВКС, IT-специалистов и другие. Поэтому будем следить за изменениями. Пока на текущий момент идут обсуждения и, соответственно, подготовка к первому чтению или ко второму чтению зависит, конечно, от проекта. Будем с вами на связи. Все изменения в миграционном законодательстве, в том числе и по открытию границ, по законам о гражданстве, по визовому режиму, есть в телеграм-канале. Подключайтесь. Последние новости изменения именно там. Успехов вам! Всего доброго! До свидания!